Мы так давно, мы так давно не отдыхали, на вахте просто не до отдыха совсем. Мы пол подольского района прокопали, а завтра, завтра, наконец, последний день. Сегодня утром из Московской области вернулись с раскопок поисковики отряда «Рысь». Ребята проводили работы на местах, где велись сражения за Москву в 1942 году. Им удалось найти 14 тел фронтовиков, большинство из них призывались из Бурятии. В этот период возле деревни Горки воевал 51-й стрелковый полк, 93-й стрелковой дивизии. 93-я дивизия формировалась в Читинской области и была отправлена, когда немец подошел к Москве, там были только подольские курсанты, и была она направлена туда. И в это время она как раз вела в этом районе бои. То есть, скорее, с большой вероятностью, мы можем говорить, что это уроженцы республики Бурятия. Для самих же ребят эта поездка как очередное увлекательное приключение. Для Ильи Шмякина это и вовсе его первые раскопки. Молодой человек признался, что быть поисковиком – это в то же время большая ответственность и много новых незабываемых впечатлений. Было очень интересно и захватывающе. Сначала было как бы немного страшно. Новые люди, новый коллектив, новые знакомства. А потом привыкаешь. Первый же день после открытия вахты нас отправили, меня, нашего командира Власова Ивана, и моего товарища Степанова Михаила на раскоп вместе с старшим отрядом «Долг», подольским отрядом «Долг». В первый же день мы подняли 14 бойцов. После этой поездки Торбогатайский музей пополнится еще несколькими экспонатами. Это личные вещи солдат и находки, похожие на оружие. В следующий раз отряд «Рысь» отправится на раскопки на Холхингол. Поездка запланирована на середину августа. Бояр Цедыпов, Вячеслав Батоев. Первое. Альтернативное.